Ну вот к вопросу мягкости американского президента в отношении нашей страны, любопытная статья вышла в Financial Times, Дмитрий Александрович наверняка ее читали, написал ее Герман Греф, и речь там шла о санкциях. Громкое в самом деле заявление прозвучало, которое опять-таки только что прокомментировал пресс-секретарь российского президента, сказав, что Кремль исходит из того, что не следует использовать фразы типа «холодной войны», о чем идет речь. Давайте прочтем Financial Times с «холодной войной» из-за санкций, и вы нам прокомментируете. Ваша любимая же. Один из главных банкиров России сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции Соединенных Штатов могут сделать так, что «холодная война» покажется детской забавой. Греф назвал нерациональным шагом возможно отключение России от межбанковской системы SWIFT в рамках новых ограничительных мер со стороны США. К отключению России от SWIFT неоднократно призывали некоторые западные политики, начиная с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции со стороны США и Евросоюза. Ждем мы новые санкции 2 февраля. Что касается SWIFT, мы видели, как отключали от него Иран, а Иран гораздо менее интегрированная в мировую экономику, экономика нежели российская. Я могу коротко сказать, что будет. Но в течение первого полугода возникает дефицит ряда импортируемых товаров. То есть Иран вынужден был золото самолетами возить. То есть отключение SWIFT и отключение любых банковских расчетов. Никто не может купить товары за деньги. В этой ситуации приходится переходить на бартер. Соответственно, в течение первого полугода Ирану, чтобы критические потребности в импорте некоторых товаров покрывать, приходилось самолетами товарное золото возить. Но потом были созданы офшорные структуры, и постепенно-постепенно вся эта система импорта наладилась. Другое дело, что от этого все импортируемые товары стали дороже на 5, 10, 15%. Но глобально, конечно, к санкциям и отключению от SWIFT можно адаптироваться. И тут в этом плане, по поводу утверждения Грефа, что надо понимать. Конечно, в советское время, в принципе, если мы говорим про какие-то санкции, скорее всего масштаб этих санкций можно оценить как даже в некотором смысле больший. Но мировая экономика в тот момент не была столь глобализированной и взаимосвязанной. Не было такой глубокой интеграции всех стран в международные экономические процессы. Тогда, в середине 70-х, особенно в 50-60-е, были очень популярны идеи импортозамещения, например, импортозаместительного роста во многих странах Латинской Америки и так далее. Страны были мало связаны. И тогда можно было пытаться развиваться самостоятельно. Но уже в 80-е и 90-е годы мы видим, что все модели, построенные на импортозамещение, развалились. Нормально развивались только те страны, которые ориентировались на экспорт. Те страны, которые интегрировались в мировую экономику. Поэтому, конечно, в современных условиях, просто потому что мир стал гораздо более интегрирован, более глобален и все более взаимозависимы, есть глобальные цепочки создания добавленной стоимости. Никто не может что-то производить один. Он все равно должен быть включен в глобальные процессы. В этих условиях, конечно, санкции, пусть даже может быть и менее жесткие, чем были там когда-то, но, допустим, санкции просвифтуют максимум, что сейчас, я думаю, для нас могут сделать. Это действительно было бы серьезно. В этих условиях это будет в гораздо большей степени подрывать возможности экономического развития России сегодня и в будущем, чем те санкции, которые осуществлялись в советское время в отношении СССР, замедляли возможности экономического развития СССР. Просто потому что мир изменился, и в нем нельзя жить в одиночку, нельзя жить в изоляции. Александр Ильич, тут же еще одна важная мысль прозвучала. Мы же обычно говорим, что нам не важно, какие санкции. А вот так об этом же никто никогда не говорил. Если бы не американцы фактически сформулировали грефт, то экономический рост был бы 4%, а так всего 2%. То есть мы признаем, что они все-таки по нам не просто ударили, а шарахнули. В принципе, это естественно, потому что у нас... Несмотря на то, что Песков тут же сказал, мы не обсуждаем и не уговариваем, не просим санкции, значит санкции. Последние 20 лет, даже посмотреть, начиная с 90-х годов, когда мы встраивались в политику Соединенных Штатов, экономически, и мы были клиентами у них постоянно. То есть с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Что сейчас нарушилось, мы не смогли... То есть нет у нас возможности сейчас быстро перестроиться. Есть уникальная возможность. Сейчас впереди выборы президента, которые будут максимально делать все для того, чтобы либо, а, их сорвать, либо, б, их подпортить. Поэтому, естественно, будет эскалация постоянная. Американцы делают постоянные шаги для того, чтобы мы так или иначе отвечали. Я напоминаю, что если вернуться на 50 лет назад, когда на поставку оружия в Европу, ФРГ и Турцию мы поставили ракеты на Кубу, мир находился практически у катастрофы. Чтобы этого не допустить, есть уникальная возможность после завершения выборов президента сформировать национальное правительство народного доверия, которое будет реализовать, в том числе, внутреннюю политику, которая будет отвечать интересам страны. Я хотел буквально одну фразу нашу дживелинов еще сказать. Почему они этого так хотят? Действительно, всякие дробовики, бронежилеты им давно поставляются. Смотрите, Америка нация юристов, и они это прекрасно знают. Одно дело, вам частная компания поставляет, и Соединенные Штаты формально не имеют к этому отношения. Они что хотят добиться? Они хотят добиться официального статуса союзника Соединенных Штатов Украины вне НАТО. И пока им показали вот эту вот комбинацию, да? Вот вам подарок на Рождество. Теперь, что касается утверждения уважаемого эксперта о том, что все модели импортозамещения, там, ну, по их пасти крак. Да вы что, про Китай, что ли, ничего не знаете? Китай исключительный экспортер. Я вас не перебывал, секундочку. Но вы сейчас врете просто откровенно. Я еще не нашел говорить, господин, никакого импортозамещения. Придете вы, да, то есть в 2008 году Китай, производивший массу елочных игрушек, вот по рецепту, работающих только на импортозамещениях. Я их полный. Кризис в других странах, 200 миллионов безработных, да? После чего Китай принимает программу переориентации на внутренний рынок. И, кстати, вот товарищ вам не даст соврать, что Америка всегда ориентировалась на внутренний рынок. Абсолютно всегда. Смотрите, есть такое понятие, как внешнеэкономическая квота. Это какую долю страна из того, что она производит, отправляет за границу, да? Вот смотрите, самые пострадавшие страны от последнего кризиса, это те, которые продавали больше всего, потому что они зависят от внешних рынков. А знаете, какая у Америки квота? Америка продает за границу только 10%, чего она производит. Китай, скажем, продавал 40%, теперь они тоже к 10% подошли. И, кстати, последняя фраза, 10% внешнеэкономической квоты, то, что мы продавали за границу, была у Союза Советских Социалистических Республик. Такая же, как сейчас у США. Вы какое-то просто игровождение фактора, который... Сразу после, и Оуэн тоже не даст соврать, Дмитрий Александрович прокомментирует и про Советский Союз. Любопытное исследование провели, не надо было ему разваливаться, так считают подавляющее количество жителей нашей страны. АПЛОДИСМЕНТЫ Великобритания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это последнее стратегическое поражение ваше. Вы сейчас находитесь с экономикой России на 12-м месте, господа. Это ниже, вы меньше экономика, чем Южная Корея, чуть больше, чем Австралия. Ну, прекрасно. Ну, опять у вас какие-то эти фантомные боли и фантазии о великодержавности. И это очень вам мешает, потому что я, как человек, очень переживаю за эту страну. И я очень хочу, чтобы она была сильная, по-настоящему уважаемая. И страна, с которой считается, и где самые лучшие представители видят свое будущее. Сейчас, к сожалению, за последние 30 лет, и особенно за путинской властью, когда именно этими фантазиями великодержавности вы стали изгоями международными, вы под санкции, еще пока мягкие, и мы знаем, вы просто еще не начали предвкушать, что будет, когда, например, когда еще более серьезные санкции, это будет чудовищно. И вы, к сожалению, к сожалению, вы потеряли... Представитель страны, которому некорректно говорить о распаде империи, потому что это несерьезно и несолидно. Потому что вы потеряли империю, и вы инстагируете по него. И это очень грустно. Вы стройте что-то новое. Стройте на самом деле страну, которую всех уважают и не покрывают свои грехи, какие-то лавины, лжи, которые вы делаете. Мы, малайский Боинг, это не мы. Допинг, это не мы. Украине, это не мы. Крым, это не мы. А потом, а не, таки мы. Вот в этом проблема. Вот даже сегодня, смотрите, мы слушали манипуляции, мы видели, как тыкают дули. Понимаете, при Советском Союзе Хрущев стучал сапогом в ООН. Сейчас максимум, что могут на ток-шоу уважаемые, я не знаю, кем-то, наверное, но лично не, откровенно говорю, профессора доктора наук дули тыкают. Вы представляете? Вот что превращается нынешняя страна России. Поэтому и ностальгируют. Я, кстати, посмотрел перед передачей, какова ситуация в Украине. У нас чуть другое было там вопрос, только не жалеют, а ностальгируют ли. Так 35%, намного меньше. Но ностальгируют не значит, что хотят жить под Москвой. Не значит, что хотят жить вот такой вот, знаете, атмосфере мракобесия, хамства, агрессии и ненависти, вот как мы сегодня видели. Понимаете? И последнее, секундочку, и последнее. Вот вы сколько раз говорите, в Украине все плохо, там власти нет, Украина там нет, Украина там то-то-то-то, но санкции против России. Но в Украине власть крепка, как никогда. Но сколько вы не пытаетесь. Ну вы смеетесь, Владимир Валерьевич, ну какая у вас там крепкая связь, сейчас просто разговор совсем не об этом. Разводите, вы не получаете, понимаете, поэтому зрители должны знать, что то, что говорят вы такие люди, как вы лично, да, не знаю, жалко ваших студентов, чему вы их учите. И то, что происходит на самом деле, это две большие проблемы. Это как белое и черное. Значит, что касается... Дулей, Дулей, вы перешли к красной линии. Вы уважаете других немножко. Что касается выступления представителей Соединенных Штатов, я вообще бы хотел сказать, что Соединенных Штатов надо как-то отучаться. Представитель Великобритании, который публикуется в Великобританском журнале. Вы говорите интерес о Соединенных Штатах. Поэтому Соединенных Штатах надо как-то немножко отучаться, говорить за весь мир. Если кому-то не устраивает, Соединенные Штаты кто-то не устраивает, то это не значит, что весь мир не устраивает. Сегодня, что касается... Советский Союз был собран на основе справедливости. Все республики вошли в Советский Союз добровольно. Сколько сотен тысяч людей проничтожили чекатами и мечом? Сколько сотен тысяч людей, сколько миллионов? Семь миллионов только в Украине, что же до Второй мировой войны? Сегодня Россия, которая собирает вокруг себя потерянные земли, вокруг себя, вокруг своей экономической, вокруг своей экономики, мы собираем, и не надо быть чистоплюемым. Мы как раз должны сделать упор на народы, которые Соединенные Штаты считают изгоем. И в том числе Украина является неотъемлемой частью нашего геополитического территории. В том числе, когда вы оттуда обязательно потеряете власть, Украина, даже Кличко сказал, Владимир Кличко сказал, который он прав в этом отношении, прозревает украинская элита. Он сказал, непонятно, как мы поссорились, и даже люди, потомки, будут гломать голову, как такое можно было произойти. Николай Николаевич. Ну я на личности не буду переходить, потому что, чтобы переходить на личности, должна быть личность. Я опять по фактам. Лучше дули потыкайте, у вас это хорошо понимает. Вы не перебивайте, пожалуйста. Ну перестаньте. Вы сами сказали, не надо перебивать, дайте сказать, уважаемому человеку. Совсем мало времени, Николай Николаевич. Смотрите, Украина до сих пор не достигла уровня Советского Союза по экономическому росту. Факт, нет? Алло. Не спрашивайте. Теперь можно перебивать. Не говорите. Уровень экономического росту. Рассказать нечего, да? И самое главное, смотрите. Тутура экономики разная, если вы хотите себе ответить. В чем разница от вас? Тутура экономики разная. Подождите. Это же нужно понимать. Теперь что вам, представитель Британской империи, английская королева с большим трудом теперь ездит в Индию, так вас там любят, понимаете. А с Советского Союза большинство граждан едет работать, учиться и жить. Куда? К нам. Вот вся разница между Британской империей и вами. Совсем мало времени. Про Советский Союз пытались поговорить. Крах единой экономической системы это самое худшее, что произошло в результате распада Советского Союза, если верить нашим с вами соотечественникам. 36% считают, что потери чувства принадлежности к великой державе. Это вот то, что говорят люди. Это была программа «60 минут». Прямо сейчас вести. Смотрите. Всего доброго. Увидимся. До свидания.